Услышать тех, кто сам слышать не может. В 4-м международном форуме глухих принимают участие более 50 человек. В Курск приехали гости из Санкт-Петербурга, Брянска, Белгорода, Старого Оскола, Харькова и других городов. Поделиться опытом, поговорить о проблемах, трудностях и просто отдохнуть. Привычные нам звуки для них нечто особенное, долгожданное и ценное. У Натальи Комарицкой проблемы со слухом начались с детства. И пусть сначала это доставляло ей колоссальные неудобства, сейчас такие трудности далеко в прошлом. Я начала пользоваться слуховым аппаратом. Для меня была большая радость, что кое-что немного услышало. У меня услышало пение птички. Это моя была радость. Я начала, кто-то замотеет, начала выступать, пою только мечтами. У меня такое большое увлечение. Слуховой аппарат как возможность узнать этот мир по-новому. Проблем с приобретением больше нет. С 30 декабря 2005 года их оплачивает федеральный бюджет. А вот вопрос трудоустройства так и остался острым. Многие руководители отказывают людям с плохим слухом. Место работы помогают найти сурдопереводчики. Но это не единственная их задача. Все их проблемы, врач, нотариус, различные сделки, они не могут решить без переводчика. У нас есть такое удостоверение, с которым мы приходим, записываем, и мы как бы свою подпись ставим, что это не липо. Что мы человеку все объяснили, он знает, на что идет. В этом году форум разделили на два этапа. Следующий пройдет в сентябре. Всего в Курском региональном обществе глухих около 1300 человек. В целом с этой проблемой столкнулись более 15 тысяч жителей области. А значит, проведение таких мероприятий жизненно важно. Услышать проблемы тех, кто слышать не может.